соратники здравия сегодня видео совершенно не по теме будет потому что но обычно у меня просто философии выживание смыслы тонкий план и румные борьба с врагами человечества и так далее но сегодня сугубо практический ролик и я прошу помощи тех мужиков прежде всего у кого руки не из жопы как у меня потому что у меня честно говоря руки из жопы поэтому мне нужна небольшая помощь в свете нынешних событий того что происходит я думаю многим пригодится некий опыт выживания и в наши холодные времена зимы вероятно возможно будет небольшая ядерная зима я думаю будет актуальна тема разогрева обогрева подогрева и так далее очень я думаю не зря будет отработка некоторых тем экономии топлива прежде всего замена всяких горючих газов водой но это фантастика этого не будет но тем не менее даже если то что мы сейчас делаем то что я планирую сделать сэкономит очень очень много газа бензина и так далее на может быть даже кому-то спасет жизнь я считаю что даже если несколько жизни это спасет то ролик это время которое потратил на изучение этой темы она абсолютно не зря поэтому я прошу помощи людей которые в этой теме следующие и предупреждаю прошу совету рекомендую тем людям которые имеют какие-то хотя бы минимально свои дома либо большие квартиры могут даже в квартире это сделать хорошей вентиляции начать думать на эту тему потому что грядут непростые времена и возможно это поможет им жизнь спасти не дай бог конечно чтобы как говорится но тем не менее времена идут непростые речь идет о том как сохранить тепло в наших жилищах обиталищах в непростые времена эти времена уже наступили для хохляндии но они сами скажем так долго шли к этим путем к этому но возможно при открытом конфликте с нато будет и у нас подобная ситуация поэтому я сделаю сейчас кратенький обзор того что происходит и что я советую рекомендую и какие вопросы у меня будут возникать в виде с этим всем происходящим итак начнем по очереди очень многие уже используют отработку в для отопления но отработка она все-таки не настолько доступна как и прочие виды топлива поэтому эти наработки помогут далеко не всем но ничего интересного собственно сжигание отработки хотя интересно бывает другое добавление собственно говоря воды в горении отработки вода софа состоит из водорода кислорода понятно и перегретый пар может распадаться на водород кислород и увеличивать эффективность и полноту сгорания ну естественно чистоту самые простейшие способы мы показывали также очень интересно по мнению вот этих людей которые делают ставят такие опыты опла что мы сделали мы здесь они в печку просто добавляют перегретый пар до предела вот у него вода впрыскивается и по утверждению автора это экономит около 30 процентов около 30 процентов дров и увеличивать частоту горения пожалуйста у меня просьба те кто имеет возможность сделать и такие капельные системы подачи и расскажите о полученных результатах в группе гараж цельнозора но и в группе антирой потому что повторюсь непростые времена идут и цель даже не обогатиться не победить мифических добытчиков углеводородного сырья олигархов нефтяных а цель просто выжить много таких роликов за достоверность не ручаясь но то что вода при подачи в виде панага перегретого пара распадается на воду кислород это факт это для меня очевидно и я подтверждаю что такое происходит более того люди делают очень интересные вещи поэтому я обращаюсь ко всем начать это делать более-менее повсеместно когда придет час x лучше конечно надеяться и верить что они не придут на лучше надеяться на лучшее но готовится к худшему перегретый пар люди подают 4 литра воды 2 литра отработки на два часа 2 литра отработки можно заставить гореть и без воды два часа никто не спорит вопрос какой эффективностью это будет происходить поэтому еще раз рекомендую и прошу помощи поскольку весь цикл экспериментов я провести не смогу если у кого-то есть свободные ресурсы это минимально делайте испаритель вот такие простенькие и ставьте свои опыты не дай бог конечно же эти испарители вам пригодятся с практической точки зрения простейший испаритель я рекомендую всем и я сам проведу такой эксперимент делать два контура один для чего-то горячего это может быть бензин это может быть пропан это может быть ацетилен это может быть что угодно что есть в доступности это может быть даже циво которая будет потом в горении распадаться на водород кислород снова и она говорит вот так и второй контур вода перегретый пар и смотрится отношение я думаю что на соотношение должно быть где-то 70 на 30 либо на 75 на 25 25 процентов воды вода перегретый пар должно быть лишь стимулятором горения но тем не менее он должен экономить мы сейчас не говорим о двигателях внешнего сгорания стилинга мы сейчас не говорим о гид реакторе который помогает двигатель внутреннего сгорания работать практически на 10 процентах бензина это немножко из другой сферы мы говорим о более эффективном горение поможет как минимум сэкономить что-то вот такая простейшая горелка простейшая горелка она всеядная и она поможет очень эффективно сжигать разные виды топлива очень экономно буквально на коленке из простой даже медные трубки лучше конечно нержавейки очень многие делают такие эксперименты смотрим youtube и повторяем ну куда все это девать девать это можно дальнейшим на выработку электроэнергии простейший паровой двигатель из газонокосилки из мотоцикла мопеда и так далее потому что таких роликов тоже очень много люди переделывают причем простейшим способом эти двигатели и я даже подскажу эти эти простейшие способы вот они горелки которые люди делают почему это все работает потому что рекомендую кстати делать какую-то горелку впрыск перегретого пара чтобы был такой шок для молекулы пара что я имею ввиду когда перегретая получившая энергию молекула воды в виде пары перешедшего через фазовый переход резко из высокого давления на высокая энтропия брауновское движение она выходит как бы на свободу через горелку то есть должно быть какое-то давление в идеале то происходит а еще лучше закрутить это все происходит разрыв просто молекулы на водород кислород и вновь соединение рекомбинация этих же молекул только уже с чем-то горючим что присутствует в пламени с углеродом либо с другим свободным водородом и также происходит явление автотермии да да самостоятельное горение воздуха если у кого-то есть возможность использовать простенький компрессор и также подогреваете туда вбрасывайте пар через простейшие вихревые горе пар воздух воздух тоже лучше подавать подогретый то есть остаточное тепло это третий контур можно сделать то что я планирую три вида трубки соедините в одно и закрутить но повторюсь руки у меня из жопы поэтому и плюс коллективный разум и коллективное намерение она делает чудеса я помогаю этим процессом на тонком плане за что опять огребу или мне попробуют накостылять различные экстрасексы разных нефтегигантов но работу мне такая отвлекаю пока люди делают свое дело освобождается поэтому пробуем экспериментируем и присылаем результаты выкладываем на youtube либо в другие воды все рекомендую ramble например у меня тоже там есть канал свободный канал либо труса ушел это трамповский канал трамповский скажем так ресурс и выкладывать туда и присылать ссылки обмениваться ссылками и присылать мне тоже автотермия возможно азот тоже горит это в это сложно поверить но это так идем дальше люди делают очень много интересных горелок вот если здесь вот сделать змеевик и подавать как другие делают например вот у человека и есть пример того что реально вода горит потому что вот он подает в камеру сгорания не топлива уже вот тут когда он подает уже все сгорело а вот тут идет именно сгорение перегретого пара и происходит именно реакция реактор вот реально пример того как все получилось да немножко нужно потратить энергией на впрыск принудительный и он даже не забирает теплый воздух и не нагревая тут ничего вот это подаваемый теплый воздух я бы рекомендовал еще раз подогреть люди делали измерениями америка я все не могу показать потому что несколько суток потратил на изучение различных вещей до подогретый воздух при подачи в топ в топку он повышает температуру вот этого горения то есть то что он по сути и расходуется на нагрев он же дает повышая эффективность горения вот такая простейшая вещь может сэкономить и даже спасти жизни при худшем развитии событий ну а вообще у кого будет желание могут поэкспериментировать с другими простейшими паровыми двигателями вот такой паровой двигатель маленькую емкость поставить и он начинает работать хоть чуть-чуть минимально давая электричество можно любой компрессор переделать там уже готовые шкивы можно сделать новый сделать их не сложно реально не сложно специалистам можно использовать все что угодно можно использовать уже готовые цилиндры амортизаторов машины мотоциклов чего угодно и генератор но это уже более профессиональные схемы есть очень простые схемы вот теперь человек говорит что добился автотермии и горит уже происходит из-за высокой температуры происходит эффект автотермии то есть горение азота в сверх ионизированной среде происходит горение азота и это реально это было зафиксировано есть патенты на эту тему но естественно они скрыты но принцип известен и нам можно попробовать его добиться и здесь то же самое нагрев не может происходить из-за вида угла и прочего тут он лишь дает немножко уже сгоревшего co2 то есть какой-то углерод который участвует в новом горении молекул воды которые распались на водород кислород ну и соответственно горение воды с нефтью с мазутом мазут стоит вообще копейки то есть вместо того чтобы тратить деньги на допустим дрова еще на что то можно очень дешево закупиться мазутом и делать его мазута водяную смесь и и и испаритель и и сжигать плюс зачем гореть просто газу когда к сможет нагревать воду более эффективно сгорать вместе с водяным паром и нагревать делать совершенно не какую-то работу сделать правой двигатель элементарно вот такое можно добиться бесшумной работы можно нагревать а вот этот вот пары выпускать на отопление систему отопления до я либо осаживать охлаждать до воды и пускать на отопление воду а потом снова впрыскивать в котел либо сразу пар пускать если толстые трубы в доме и таких примеров полно компрессор и выставлено давление 6 атмосфер горелки можно делать очень эффективный такого типа подавать сюда не воздушно пропановую либо воздушно-газовую смесь но и воздушно-бензиновую смесь потому что пропускают через простенький бурбулятор получается насыщенный воздух насыщенный парами бензина и прекрасно горит в общем вариантов полно вот человек добился получил горение воды так он утверждает но я верю что такое есть тот же самый принцип нагрев воздуха нагрев пара воды и минимальное количество чего-то углерода содержащего например co2 минимальное это может быть просто дым это может быть туда пилеты немножко попадающие иногда и так далее автоподача это может быть растительное масло это может быть все что угодно вот пример того что горит вода как он ну вот такие же примеры их немерено простенький двигатель можно делать как внешний так и вот переделанный вот с любого цилиндра можно делать через в общем это простейшие токарные работы вот такие горелки буквально домашние тоже желательно иметь то что второй контур либо сюда же делать капельную подачу смеси масло и воды я не говорю тут о сложных системах расщепления это пока не нужно я говорю о простейших вещах вот человек сделал такой испаритель и просто горит любое масло любое старые отработанные ненужные самом деле это все сделать очень просто чему я это все говорю есть разные горелки и есть разные вот простейшая отработка есть разные способы конвертировать и заставить пар работать вот например двигатель на пару роторный двигатель элементарно ну и тут есть простейший способ переделки показан как делать правой двигатель из чего угодно там где свеча там где впрыск на пике ставится либо отдельная палочка как здесь до расширяется 27 раз по сравнению с водой пар и поэтому очень хорошо работу делает вот простейший газовый двигатель ну и самая элементарный способ это переделать любой 1 цилиндровый 2 цилиндровый двигатель он прекрасно работает кстати и без масла без поддона сделать вот такую штуку и вот такой болт я просмотрел ну десятки роликов точно по переделке вот что этот парень предлагает мужик неважно чтобы вообще не заморачиваться самый простой способ вот четверть дюймовый клапан как это сказать то но обычный водяной экран и он действует как клапан вот этот вот это может быть вообще любой гвоздь по сути шуруп на гвоздь ну шуруп подходит идеально под клапан и можно немножко тут его чем-нибудь напильничком там абразивом чем угодно поработать и вкручивается сюда где свеча и вот что происходит и тогда когда наверх поднимается и стон поршень как угодно это можно назвать получается он поднимает вот этот вот шуруп и шуруп пускает компрессионные сжатые пар потом идет через благодаря работе другого цилиндра либо ловил кривошипа идет вниз и парк начинают делать свою работу уже когда сработал этот клапан самодельный из шурупа и совершается работу получаем механическую работу из электрической коэффициент но полезное действие это неправильно кпд термин можно говорить о коэффициенте преобразования энергии что меняет абсолютно чуть ли не все очень многое в механике и в электрике в инжиниринге и человеку кстати не зря загнобили потому что это открывает очень много путей человек который предложил поменять термин коэффициент кпд на кп коэффициент преобразования энергии он был исключен откуда можно cancel culture так называемый но это было еще в шестидесятых в в СССР так вот в самом деле все не так сложно любой человек с помощью трех полен может не только обогреть свой дом но и зарядить аккумуляторы и получить независимость автономию и так далее от системы чего система абсолютно не хочет поэтому как и в случае с нашими любимыми бифилярными катушками тесла я хотел бы обратиться ко всем кто может это сделать поиграйтесь хуже не будет если все пойдет по хорошему сценарию это будет просто хобби некий опыт и некая автономия экономия денег если все пойдет по худшему сценарию возможно это спасет кому-то жизнь или тебе же спасет жизнь воин мало ли будем надеяться что этого не будет но может быть как минимум мы сэкономим денежку так что пока есть время пока еще не все очень плохо и можно что-то достать какой-нибудь старенький цилиндр от двигателя либо амортизатор переделать либо запасик газа купить баллон и сделать небольшой простейший двигатель либо простейшую горелку я думаю что стоит этим заняться это буквально вопрос одного-двух дней на выходных позаниматься ну и обмениваемся опытом информации у кого что получилось у кого каких пропорций кто достиг кто сколько на один литр отработки воды добавил и каких температур получил я думаю опыт будет интересным на этом добра мой ролик не по теме очередной закончен и надеюсь на помощь потому что повторюсь у меня руки из жопы но я постараюсь делать что могу добра соратники б б